Губернаторская программа «Тысяча лифтов» привлекла в коммунальную сферу региона беспрецедентные инвестиции – 2 миллиарда рублей. В Свердловской области стартует разработанная по поручению главы региона Евгения Кувершева программа «Тысяча лифтов». В рамках ее реализации к маю 2017 года не менее 500 подъемных механизмов будет обновлено в домах Екатеринбурга и столько же в других городах Среднего Урала. Еще 40 подъемных механизмов в домах будет установлено за счет областного бюджета и 115 за счет процентов накопившихся от взносов жителей на капремонт за 2015 год на счетах регионального оператора, что даст возможность всего за год заменить не менее 1150 единиц изношенного оборудования. Это составляет почти треть от имеющейся в регионе потребности. Всего в многоквартирных домах Свердловской области требуют замены около 4000 лифтов. При этом важно отметить, что несмотря на широкий фронт работ, не возникнет никакой дополнительной нагрузки ни на областной бюджет, ни на жителей региона. Тысячу лифтов заменят за счет внебюджетных источников. Об этом сообщил областной министр энергетики ЖКХ Николай Смирнов. Весной этого года в соответствии с майским указом президента о привлечении инвестиций в сферу ЖКХ и создании благоприятных условий проживания граждан, губернатором Евгением Куевашевым перед правительством области была поставлена конкретная задача – изыскать средства и в максимально короткие сроки начать в жилых домах замену старого лифтового оборудования. Сегодня эта задача наполовину выполнена партнером Свердловской области. В решении данного вопроса выступит один из крупнейших производителей лифтового оборудования страны – Щербинский лифтостроительный завод. С предприятием достигнута договоренность о поставке на Средний Урал более тысячи лифтов на общую сумму 2 миллиона рублей, рассказал он. И подчеркнул, что до сих пор такого объема внебюджетных средств на капремонт не привлекал ни один из субъектов Российской Федерации. Что касается второй части задачи – непосредственной замены оборудования, то ее выполнение, отметил Николай Смирнов, начнется в конце сентября и будет завершено к маю 2017 года. Глава Минжи КХ пояснил, что расчет за лифтовое оборудование будет производиться со счета регионального оператора на условиях трехлетней беспроцентной рассрочки. Это, по словам руководителя, защитит общий котел от резкого опустошения и при этом позволит сохранить темпы проведения объема других видов работ по капремонтам. Капремонты будут идти в плановом порядке, аккумулируемых на счете фонда средств на сегодняшнем этапе достаточно, отметил он. Неоспоримыми плюсами такого формата взаимодействия с поставщиком оборудования станут, во-первых, существенное минимум на 7-8 лет сокращение сроков замены парка, непригодного к эксплуатации лифтового оборудования. Во-вторых, создание безопасных и более комфортных условий проживания более чем для 120 тысяч жителей региона при одновременном сдерживании роста и взносов на капремонт. В-третьих, это будет способствовать созданию новых рабочих мест, ведь монтаж лифтов будут осуществлять местные специалисты. Важно и то, что высвободившиеся средства можно направить на другие социально значимые мероприятия, в том числе на дальнейшую модернизацию инженерной и коммунальной инфраструктуры, подчеркнул Николай Смирнов. Сейчас в рамках подготовки к масштабной модернизации в городах области проводится обследование лифтового хозяйства и формируется необходимая проектно-сметная документация.